Ну что, раз, два, три Всем привет, ребят, с вами снова я, Энтони Лай, это очередное видео на моём канале И да, что у нас сегодня? Правильно, очередное потрясающее видео, по названию которого вы наверняка догадались, о чём мы сегодня с вами будем говорить А у нас в гостях сегодня гость, которого вы наверняка знаете, а если нет, то это кто? Это Арина Планетрина Здравствуйте, Арина у нас тоже снимает видео на ютубе, она рассказывает про то, как она учится на дипломата в МГИМО, поэтому у нас в гостях умный человек опять А ещё я занимаюсь политической грамотностью, политическим образованием и, в общем, кайфую от того, что помогаю людям знать больше о политике в России и не только Вот, а ещё на канал Арины мы сняли видео про магистратуру, где мы общаемся очень долго на разные темы и пытаемся сделать вашу жизнь лучше Поэтому сегодня на моём канале мы решили снять для вас любовную клинику И если вы вдруг не помните, что это за рубрика, то это та рубрика, в которой я и Арина сегодня у нас в гостях уже настроение настроилась на этот канал Любовная клиника – это та рубрика на моём канале, где мы с вами пытаемся найти хэппи-энд для вашей сказки, поэтому если вы готовы Сегодня Арина выбрала очень интересные вопросы И я вам обещал, что будет очень много любовной клиники, потому что февраль – месяц любви Первое сообщение у нас от девушки, которой 16 лет Здравствуй, Антон! Стало замечать, что мальчики меня боятся Чувствуют, что я открытая и уверена в себе и закрываются Я интересный человек и людям со мной комфортно, когда мы пообщаемся Но как общаться, например, с новым однокурсником, если он не настолько уверен? Вот, мне кажется, ты очень уверенная в себе девушка и такая, знаешь, я всё знаю, вообще я умный Я вообще учусь на дипломатовом ГИМО, чтобы вы понимали, я ещё просвещаю про политическую грамотность И все такие «Я Юра!» Голосуй за Навального! Что ты думаешь по этому поводу? То есть как, например, уверенные в себе девушки общаться с парнями, если вот они её боятся? Что происходит? На самом деле я выбрала этот вопрос, потому что я периодически сталкивалась с этой проблемой Не хочу сказать, что я очень уверенная в себе, но за время какого-то саморазвития я пришла в ту точку, когда я чувствую, что я себя чувствую комфортно в своём теле, комфортно в своих мыслях и как бы мне очень круто Я просто считаю, что в таком случае вам даже не нужно тратить время, если вы понимаете, что человек вас боится и не заинтересован в общении с вами Инициировать себе дороже и пытаться продолжать, это просто очень грустно, потому что в конечном итоге, возможно, вы будете чувствовать больше, чем этот человек И вы потратите время на просто безысходную ситуацию, и мне кажется, не надо Да, потому что если человек боится вашей уверенности в себе и того, что вы там, не знаю, интеллектуально более одарённый человек или так далее, то просто вас боится по факту того, что вы там любите себя и просто уважаете себя И принимаете себя, да И у вас нет по поводу этого никакого стеснения, то, мне кажется, не стоит продолжать встречаться с этим человеком, даже если он тебе нравится, потому что вы не сможете с друг с другом никак общаться, потому что у человека будут комплексы по поводу общения с вами Потому что либо он не такой, не хочет такой забитый, либо ты делаешь слишком много, типа можешь ли ты там Можешь там перестать ходить в зал или перестать, не знаю, удивлять так много времени работе и учёбе И на самом деле, действительно, если человек, с которым вы общаетесь, хочет себя развивать и хочет становиться лучше, ваше, ну, в какой-то степени превосходство, давайте назовём это так, будет только подстёгивать И ни в коем случае не появится ни одной мысли сказать, почему ты так много времени уделяешь себе и своему развитию Поэтому, серьёзно, просто не надо, такие люди не заслуживают как бы вашего внимания и ваших переживаний А для таких людей есть абсолютно свой пласт, который находится на одном уровне, это не хорошо и не плохо, просто они в той точке жизни находятся в одном ментальном положении, скажем так И им будет круто с другими людьми, а не с вами Я вам говорю, что на земле очень много человек, людей и потрясающих личностей, которые помогут вам влюбиться, полюбить, там, быть на одном с вами уровне, там, и саморазвиваться и так далее и тому подобное Просто не стоит тратить время на тех, кто уже заранее Да, абсолютно, недоступен по каким-то разным причинам Хэштег любовная клиника, никак не могу отпустить бывшего Расстались три месяца назад Понимаю, что между нами ничего не может быть, так как у него нет чувств Но у меня есть, прошу, помоги Пальцы устали проверять сторис на наличие его просмотров Чувствую себя дурочкой, хочу наконец послать его на потрясающие три буквы из своей жизни Но как? Бывшие на то и бывшие, чтобы их отпустить, потому что это уже более пройденный этап У вас есть чувства Окей, ваши чувства важны, ваши чувства значат что-то Но если у человека нет обратных чувств к вам и вы уже расстались То, возможно, стоит начать себя уважать в какой-то степени Чтобы просто перейти через это все Потому что, ну, к чему приведет то, что ты будешь сейчас сидеть и просматривать истории, с которой ему похер Он даже не заметил То есть у него будет максимум ситуации, то, что он там может напиться И позвонить тебе, у вас там будет случайная встреча на секс И все как бы То будет ли Будет ли На самом деле я могу посоветовать пару вещей, которые в какой-то момент жизни мне достаточно сильно помогли Постарайтесь сократить контакт с этим человеком, даже косвенный Я это имею в виду про скрины ваших переписок, про голосовухи, которые вы там от них сохраняли Про фотки общие Сохраните только то, что дорого вам Для истории, скажем так, это был прекрасный день И мы провели его вместе И совпало так, что нам и вместе было хорошо И день был прекрасный Вы пилите все Если вам так легче, скройте фотки в инстаграме Отпишитесь от человека Удалите его из друзей Всех общих друзей тоже можете Абсолютно У каждого расставания есть абсолютно разная эмоциональная какая-то окраска Я испытывала в жизни расставания с людьми как, ну, скажем так В тяжелом, но при этом положительном тоне, когда у меня не оставалось негативных эмоций в отношении человека Так и в максимально негативном тоне И это работает вообще универсально То есть постарайтесь как-то абстрагироваться от этого человека И всегда помните, если вы пытаетесь себя продать человеку, которому на вас все равно Пофиг Вы просто вспомните, как лежит, не знаю, какая-нибудь вещь на распродаже, которую никто не берет Это очень, как бы, блядь, я сейчас у человека Но, ребят, иногда правда это самое лучшее оружие Потому что вам не стоит говорить об этом человеке вообще То есть вот эти постоянные Ну вот я хочу вернуть Ваши подружки наверняка от этого устали И просто... Он не хочет, чтобы вы его вернули, понимаете? Чувствует, нет, вы расстались Прошло три месяца, все, хватит Забудь, папа плакала и, ну, как бы, перестань горевать Привет, папа персик Я и мой парень росли в семьях с большой разницей в финансовом состоянии Настолько огромный, что он думает, что я голодаю и бедствую Покупает одежду, технику, еду и прочее Когда начинаю намекать, что не нуждаюсь в этом, не в таком количестве Он обижается Мы хотели сначала пошутить, что кто бы жаловался, как бы, можно нас тоже содержать Но зачастую это происходит исключительно по своему желанию Я это сужу через свою призму из разряда Я, допустим, там, мои подруги могу купить шоколадку Да, я понимаю, что я принижаю степень покупок в этой ситуации Но я это делаю по своему желанию, потому что мне хочется сделать человеку приятно И этот человек, скорее всего, заботится о вас И это явно не последние деньги То есть, если на вас человек тратит деньги, вряд ли он будет тратить последние Если он не альтруист, самоотверженный Арина сегодня привезла мне кофе Как вы думаете, я просил кофе? Ты хочешь, что у меня последние деньги? Нет, не последние, нет, нет Сейчас все-таки, сколько зарабатывает эта мразь? Сегодня тот, блядь, свои курсы продает, сколько ты зарабатываешь? Сколько вы зарабатываете? Достаточно С одной стороны, ты такая, иу, зачем, я же не хочу, типа, вот это Я не хочу быть на попечительстве, я не хочу, чтобы быть какой-то содержанкой И так далее и тому подобное Но по факту, если твой парень не видит этого ничего плохого И не говорит, вот я тебе покупаю вещи, я тебе покупаю, там, технику и так далее и тому подобное То в этом нет проблемы, потому что твой парень хочет, чтобы ты не нуждалась ни в чем Абсолютно А если вам от этого вообще не комфортно и, ну, прям ощущение, что вы кому-то что-то должны Я считаю, что нормальный вариант, даже не сесть и поговорить, а просто когда в следующий раз он что-то купит Или через пару дней после этого сказать ему, слушай, дорогой, спасибо большое, очень приятно, но мне от этого не комфортно Давай закончим эту ярмарку подарков, потому что я просто не хочу себя чувствовать должной И если вы не будете намекать ему, а скажете прямо, он это поймет с большей вероятностью Потому что статистически, по моему, по крайней мере, опыту, молодые люди не понимают очень часто именно намеков Им нужно сказать прямо и сказать, давай не будем Да, давай без вот этого Это ситуация, в которой ты чувствуешь себя некомфортно из-за того, что у вас неравное социальное положение уже заранее То есть, например, ты можешь быть вообще абсолютно не бедным человеком, то есть из семи среднего достатка Но при этом у тебя там, не знаю, нет кофемашины Он тебе подарил кофемашину, потому что, о боже, ты что, ты же любишь кофе, ты что не пьешь кофе из кофемашины Ты что пьешь растворимый, давай куплю себе кофемашину Скажи ему прямо, у нас все проблемы в отношениях, как я всегда говорю, по двум причинам Мы друг друга не слышим, мы друг с другом не разговариваем Все, просто скажи прямо, если он обидится, то это уже его чувство, за которое ты не отвечаешь Потому что ты сказала, что тебе дискомфортно Если он не может это принять, это его проблема Хэштег любовная клиника, привет, папа Персик Я девушка, сейчас в 11 классе По взглядам, мировоззрению, мыслям и интересам довольно сильно отличается от сверстников Мои друзья старше меня, теперь это распространилось на мою личную жизнь Стоит ли продолжать общаться с молодым человеком, который старше меня на 6 лет? Есть общие интересы Я не зря выбрала этот вопрос Смотри, то есть, получается, я в 11 классе, это 17-18 лет, иногда 16 лет Почему мы об этом вспомнили? Что вам всегда всем, и не только вам, вообще всем нужно помнить? Нужно помнить такое замечательное словосочетание, которое называется возраст согласия И в принципе, согласие слова Если вам 16, не меньше, 16, 17, 18, я там уже не важно Вы можете вступать в сексуальную связь со своим партнером, неважно какого он возраста По вашему согласию, законодательно вы можете это делать Вопрос только вашего комфорта Если вам комфортно общаться с человеком, который внутренне старше намного и опытней Это круто Это ваша зона комфорта И в этом нет никакой проблемы Ну, смотри, есть обратная ситуация, как раз-таки Это все можно перевернуть немного Потому что, если вот тебе 16-17 лет То есть, это средний возраст, когда у нас сейчас подростки оканчивают школу То есть, я, например, окончил школу 16, мне исполнилось 17 Ты во сколько? 17 Вот То есть, ему получается 23 года, он уже закончил чисто технический университет Даже магистратуру в какой-то степени То есть, задай себе вопрос Почему 23-летнему парню хочется встречаться 16-летней, 17-летней девочкой? Грубо говоря, ты еще как бы девочка Это не в обиду никому По возрасту юридически вы еще все дети до 18 И мы были детьми до 18 То есть, это не то, чтобы прям очень сильная разница в возрасте Потому что, например, я, мне сейчас 23 года Но я бы не стал встречаться ни с кем, кому младше 20 вообще Потому что все-таки у нас разные уровни Как и вообще мировоззрение, такое опыта по жизни Но ты сама описала, что ты вот такая вот более взрослая И более продвинутая, чем твои, например, одноклассники, друзья И теперь это распространилось на ту личную жизнь Смотри, в твоей ситуации все нормально Но тебе нужно знать, почему с тобой Его мотивацию Да Почему с тобой хочется встречаться уже достаточно взрослый парень У которого, по идее, может быть, работа, какая-то карьера Что-то в этом духе То есть, что происходит Почему, зачем и как И не будет ли такого, что он просто, как говорится, любит маленькие девочки Ну да, ему нравятся девушки, которые помладше И ему нравится чувствовать, что вот он старше Своё внутреннее опыт, превосходство в плане опыта Нужно, конечно, понять, насколько искренне мотивы у этого человека Насколько он хочет с тобой общаться Потому что ты это ты, а не потому что тебе там 17 Ты такая юная, может быть, наивная в какой-то степени Симпатичная милая девочка То есть это тоже надо всегда обязательно оценивать Потому что мы все вот эти подростковые года, когда мы заканчивали школу Мы считали, что мы самые умные, мы самые зрелые Мы самые такие прям популярные, потрясающие Я сейчас смотрю на себя в школе, мои хорошие Надо скрыть все эти видео, это ужас Я лет 17 думал, что я такой Боже мой, я приехал в Лос-Анджелес Я просто звезда Что на самом деле правда Но вокруг люди тебе тоже говорят, что ты для своего возраста такой зрелый, такой взрослый И ты начинаешь чувствовать, что это правда А потом, оказывается, это вообще не так А потом в 23 ты такой Я хочу к маме на ручки Популярное мнение Гарри Сталлс очень горяч Очень много кто горяч, кто живет не в России Они обычно актеры, певцы У меня проблемы, у меня 21 Я все еще думаю, что я выйду замуж за Эванса И да, у него не младше, мой 55 в этом году У меня daddy issues, в принципе, это все, что надо вам не знать Бесплатный сеанс тихотерапии Тихотерапия Вы у меня часто просите вопросы для тех, кто постарше Поэтому теперь я заставляю вас списать свой возраст Так вот, кашток, любовная клиника Привет, Антон Мне 22 года Внешность адекватная, мозгами не обделена Но подкатывают ко мне только парни с приветом На меня пялится в публичных местах Устраивают преследование знакомые мужики Спасали друзья Как-то угрожали убить моего парня, если он есть Я проклятый? У меня есть такая знакомая Сейчас неироничная ситуация Есть девушка, которая идет по улице И на нее тупо оборачиваются все При том, что девушка выглядит невызывающе У нее достаточно обычная внешность Это не что-то, что там, допустим, может прям как модель привлечь Обычная нормальная девушка За ней идут просто мужики, которые идут по улице Когда мы с ней ходим в торговый центр Что-то выбирать из одежды Обязательно какой-то мужик увяжется за нами Не нужно думать, что ты не такая Сразу говорю Есть такая природная особенность Я не знаю, чем это объясняется Биологии, психологии Я не знаю, чем Но бывает такое, что есть девушки На которых просто вот падают люди Любого пола Да, и это очень Это на самом деле жутко, когда ты при этом присутствуешь Потому что ты понимаешь, что вы просто проводите время А за вами, типа, увязался кто-то И этот человек явно не с такими намерениями добрыми Либо просто вынос мозга по поводу девушки Номер телефона Дайте девушку номер телефона познакомиться Познакомиться Поэтому не ищи проблемы в себе Чтобы чувствовать себя в безопасности Купи персовый баллончик Электрошокер Да Вы бы хотели, конечно, тебе сказать, что все будет хорошо Все будет отлично Мы живем в России Мы живем в России Тут часто мужчины не чувствуют грани У меня было неоднократно, когда человек долбился мне в личку Во всех социальных сетях Находил мои контакты Писал мне в телеграме И я говорила человеку, что не заинтересован в общении Вообще вы кто такой Я вас не звала Идите сами знаете куда И человек продолжал мне писать и названивать У нас в России нет такой практики Когда ты приходишь в полицию Полиция говорит Да, действительно, он неадекватно себя ведет по отношению к вам Мы выписываем бумагу ему И он не может приближаться к вам ближе, чем на полтора метра Если приближаете, звоните по этому номеру Мы выезжаем, его сажаем Такого нет Это есть в Америке и в некоторых европейских странах Поэтому тебе нужно будет в случае чего Постоять за себя, к большому сожалению И просто всегда быть готовой к этому Просто кидать сразу в блок людей Которые начинают вести себя неадекватно по сравнению с тобой Еще один момент Просто обращение к моим прекрасным девушкам Которые живут в России На постсоветском пространстве в любой стране Пожалуйста, старайтесь не ходить темным вечером По подворотням и вообще где-то Особенно в одиночку И имейте контакты людей Которые могут вам прийти на помощь как можно быстрее Шутки шутками Но как бы мы не боролись за свои права Как бы мы не топились за феминизм И не пытались все это декларировать Оно на данном этапе не работает И очень часто молодые люди Мужчины и существа мужского пола Не понимают слова нет Ты хороший Не понимают слова нет Не понимают слова отойдите Мне неприятно, я не хочу И они начинают на вас давить Если это кибер ситуация То есть все, что происходит в интернете У вас есть полное право заблокировать человека За то, что он делает что-то некомфортное по отношению к вам Не нужно церемониться и поощрять вот это внимание своими ответами Потому что это только разодоривает Со всех соцсетей везде просто в блог И до свидания Просто никаким образом не контактируйте Потому что действительно только дает внимание То есть на вот этого человека вы обратили свое внимание И вы уже как бы дали причину преследовать себя дальше То есть как будто вы поддались То есть вы отнекиваетесь Но при этом вы поддаетесь на провокацию Еще один важный момент Я обращаюсь к девушкам Потому что это проблема в основном с девушками и маленькими детьми Но мы здесь не об этом говорим Девушки, если вы постите фотографии в инстаграм Или отправляете кому-то фотографии вконтакте Пожалуйста, обязательно контролируйте Чтобы у вас была выключена геолокация дома вашего Никогда не постите фотографии с отметкой вашего дома И вконтакте многие не знают Когда ты отправляешь в чат фотографию Ты с десктопа заходишь И внизу написано геолокация Либо заходите, чистите Либо выключите нахер все геолокации Просто в какой-то момент жизни Это может не на руку сыграть Мы не знаем, сколько есть неадекватных людей В этой стране, в этом мире, везде Просто аккуратно, честно Просто у вас всегда должен быть способ себя обезопасить То есть скачайте себе на телефон приложение тревожной кнопки Следите, чтобы у вас ключи Научите пользоваться своими ключами Да, только хотел сказать, чтобы Если что, сразу То есть не надо пихать их вот так вот во все руки То есть там есть специальное даже положение того, как нужно держать ключ Чтобы нанести как можно больше вред своему обидчику Я вас учу в этом в инстаграме Вот И просто всегда старайтесь как-то себя обезопасить Чтобы ничего не произошло Мы бы очень хотели вам сказать, что все обойдется И так и подобное Но в мире полно психов Мы никогда не знаем, кто из них будет рядом с вами находиться Поэтому мы очень за вас переживаем И надеемся, что в вашей жизни не будет никогда таких проблем И максимум, что вы испытаете То, что там вы расстались с парнем И ваш сердечек болит Поэтому Потому что ситуация, когда даже вам Юридически припишут превышение самообороны И скажут, что вы что-то не так сделали к другому человеку Намного лучше, чем когда вас просто не станет Поэтому я всегда очень переживаю за девушек Я сама в движении феминизм года, наверное, 2013 Я очень много читаю, узнаю И каждый раз, когда я читаю историю про то, что происходит у женщин И когда я разбираюсь в этом с точки зрения международной обстановки Потому что я очень, ну как бы в своей специальности много времени своего провожу Я в шоке Особенно, когда я читаю доклады ООН Такой организации, как UN Women ООН, комиссия ООН по женщинам И все вот эти вот организации Которые просто выкладывают невероятные числа девушек и женщин Погибших от руки сожителя Погибших от руки человека мужского пола на улице Изнасилованных, проданных в сексуальное рабство Для меня это просто Да, это огромное Хардбрейкинг, как говорится Поэтому, девушки, просто берегите себя И да, ребят, на сегодня у нас все Надеюсь, вам понравилось это видео Я всегда-то очень этому рад Спасибо, что все еще смотрите Я надеюсь, что вам понравилось присутствие Арины у нас в гостях Не забывайте, что мы сняли видео про магистратуру Мы там тоже очень много болтали Я не знаю, насколько там Арина все вырежет Мне кажется, там минут на 30 Но там очень интересно по поводу наших планов И нашего взгляда вообще на работу, на учебу Вот, поэтому, если вдруг, если что Арина всегда готова приехать в гости Потому что... Пишите! Я готова дать советы вам еще какие-нибудь, возможно С вами был я, Энтони Юлай Главное, помните себя, стать верным в себе Зачем вам всех в ваших начинаниях Не забывайте подписываться на наши соцсети Витры, Инстаграм, Куб ВКонтакте Там очень хорошо, вкусно и весело Еще не забывайте подписываться на канал Арины Потому что, мне кажется, что таких девушек нужно делать популярными И, да, надеемся, что в вашей жизни любовной Так и в обычной Не будет никаких проблем Потому что мы за вас очень сильно переживаем Так что удача Отлично Вообще, мне кажется, да, топ Раз, два Субтитры сделал DimaTorzok